Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. В моих руках экстремальный смартфон UMI Plus E Extreme. Буква E означает Extreme, в данном случае Extreme из-за того, что здесь целых 6 гигабайт оперативной памяти, 6 гигабайт RAM. Ребят, в телефоне, который стоит по акции, он продавался, может быть, еще и продается по 199, а так стоит где-то 1,250 в начале. Памяти тоже не пожалели, целых 64 гигабайта. Давайте же посмотрим, чем он хорош, так ли он хорош, как о нем заявляет фирма UMI. Комплект крайне простой, ничего особенного в комплект не положили. Зарядное устройство 2-амперное для быстрой зарядки, кабель USB Type-C и ключик, ну и, естественно, инструкция вот здесь. Все, больше ничего особенного. Комплект убираем подальше. Смотрим на сам смартфон. Как сейчас уже принято, практически некий стандарт, это 5,5 дюймов экран, соответственно, экран 2,5D, стекло закругленное со всех сторон, и очень прикольно так, интересно сделано. 2,5D, IPS-экран 1920 на 1080. Это дает 441 пиксель на дюйм, защитное стекло присутствует, олеофобное покрытие отличное, вопросов по экрану вообще никаких не возникает. Крайне качественный дисплей. И по цветопередаче, и запас по яркости неплохой, и настройка цветовой температуры также присутствует. Дисплей – сильная сторона этого устройства. Далее по камерам поговорим. Расскажу о камерах точнее. Камеры две. Основная на 13 мегапикселей, и фронтальная на 5. Притом, в видео смартфон способен записывать в качестве вплоть до 4К, так называемое. Есть и ручные настройки. Но как я не бился, я не мог вытянуть ничего хорошего по фотографиям. К большому моему сожалению. Качество фотографий достаточно унылое. Убедитесь сами. Даже в темное время суток, днем, абсолютно на разных настройках, целых 8 фотографий в оригинале. Ссылка под этим видео, посмотрите. Так же, как и пример видеозаписи. По камерам больше добавить, в принципе, нечего. Фронталка тоже, к сожалению, унылая. А вот по процессору, многих этот смартфон заинтересует не только тем, что здесь 6 гигабайт оперативки. Хотя, думаю, большинство будет интересен именно из-за этого. А то, что это первый смартфон на Helio P20 Mediatek MT6757. Результаты тестов очень высокие. Конечно же, нельзя говорить, что этот смартфон какой-то равен флагману. Нет, конечно. Если мы говорим о синтетических тестах, то они не столь чудовищно высоки, но заслуживают уважения. Antutu бетшмарк показал 60 с небольшим тысяч баллов, при этом никакого стройклинга нет. Собственно, Bonsai бетшмарк показывает нам вполне себе 55 флагманский показатель. И более-менее выше среднего теста Geekbench 3. Тесты и тестами в реальности, конечно, подавляющее большинство игр пойдут совершенно без проблем. Реально. Nova 3, Asphalt 8, любые гонки, сетевые шутеры. Танки пойдут на максимальных, конечно, от 25 до 50 FPS, если вам интересно. На нормальных настройках средних пойдут абсолютно без проблем. Самое главное, что вы можете этим смартфоном пользоваться, например, в перископе. Очень многие мне писали, что вот такое количество гигабайт оперативки нужно для перископа. В обычном использовании, честно говоря, мне всегда хватало двух. Сейчас я пользуюсь тремя, и мне тоже этого, в принципе, достаточно. Но вот тут целых шесть. Целый такой флагманский показатель. Тут память всегда свободна. Свободна около 4,5-4-4,5 гигабайта из шести. Это много. Видеопроцессор Mali-T880 MP2. И, собственно, 6 гигабайт оперативки, о которых я вам подробно уже рассказал. Посмотрим внешний вид. Сверху у нас разъем для наушников 3,5 мм. Звук. Заявлен выделенный аудиочип. Но что-то не так. Возможно, нужно поковыряться в формах, какие-то настройки, что-то с ним сделать. Мне, честно, это делать неохота. Я такой же пользователь, как и большинство из вас. Я не гик, я не сижу на форуме 4PD и так далее. Но, скорее всего, те, кто купит именно эту марку, скорее всего, вы до этого уже читали все эти темы на 4PD. Скорее всего, звук можно исправить. Пока же из коробки звук не очень хороший. И, мало того, он тихий. Реально тихий. С правой стороны кнопка включения, кнопка включения, кнопки громкости. С обратной стороны кнопка универсальная. Настраивается на что угодно. Мне удобнее всего запускать камеру. Даже из-за блокированного состояния, единственное, сканер отпечатка тогда должен быть отключен. И лоток. Лоток на две микросим-карты, либо вместо второй сим-карты ставим карту памяти microSD. С обратной стороны здесь два ряда отверстий. За одним из них микрофон, а за другим, собственно, динамик. Динамик нормальный. И USB Type-C. Ну и вот смотрим его во всей красе. Качество сборки достаточно высокое. Даже если мы надавливаем на смартфон, никакого скрипа, люфта, никаких зазоров, щелей нет. Естественно, собирается достаточно качественно. Переходы, ну, почти плавные. Бывает лучше. Ну, в целом, тоже продержаться не буду. Качество сборки достаточно неплохое. Это авиационный алюминий 6000 серии. Это пластиковые вставки для приема сетей. С внешним видом разобрались. Отмечу еще сканер. Сканер тут достаточно быстрый и отзывчивый. Можно его даже в плюс. Реально, не могу сказать, точнее, что он прям супер быстрый. Но он, в общем-то, разблокирует всегда. Ну, проходит какая-то секунда. Особенность какая? Особенность то, что кнопки можно сделать, либо они будут занимать место на экране, либо, как сейчас, я делаю кнопка назад, кнопка меню, а не на корпусе. Переключается все это в меню, что достаточно удобно. Далее, что еще теперь? Про батарею расскажу. Ну, перед этим о памяти. Памяти здесь 64 гигабайта, свободно где-то там 53-54 приблизительно, плюс microSD карта до 256 гигабайт. Две сим-карты рассказал. И вот, что касается батареи. Батарея 4000 мА. Это реально вроде как нормально. Ну, знаете, процессор Mediatek, к сожалению, достаточно прожорлив. И если вы используете смартфон, даже не в играх, даже не в GPS, просто работаете, то разрядиться, мне кажется, не кажется, а я им пользовался, ходил. Можно разрядить часам к 7-8 вечера, что не так и хорошо. Если пользуетесь очень умеренно, то, в принципе, день-полтора будет. В целом, автономность почти в минус. Реально, вы что-то делаете, и заряд начинает таять практически на глазах. Увы. То же самое касается GPS. Не то же самое, а тот же минус. К сожалению, как-то Mediatek не работает ни над энергопотреблением процессоров, ни над GPS. Смотрите, 11.40, старт. 11.49, тишина, 9 минут прошло. 11.51, все, я смог выжить, смог поймать только 4 спутника из 6. Мало. GPS работает слабо, увы. Qualcomm в этом плане, конечно, значительно предпочтительнее. Если мы говорим о аккумуляторе, добавлю еще что-то 7 часов 10 минут видео на максимальной яркости. Кроме того, есть режим энергосбережения, который превращает наш телефон практически в черно-белую звонилку. Ну, вот таким вот образом. Что касается меню, здесь, разумеется, у нас Android 7, но еще бы уже начало 2017 года, пора уже. И что могу... А, Android 6, ребята, почему? Я-то что-то был уверен, что 7. Нет, ребята, все-таки еще 6, хотя обновление мне прилетало. Именно на этот смартфон обновление было. Пока еще Android 6. Навигатор Bar, про который я вам говорил, кроме того, что можно включить кнопки, которые будут именно здесь, мы можем поменять их местами, что достаточно удобно. Мне лично нравится, пусть они не на экране будут, а на корпусе. Режим экономии батареи. Здесь, кстати, есть вот мой режим. И странно называется еще Mahartri, по-моему. Вот он. Это черно-белый режим. Есть к тому же режим производительности, если мы зайдем еще в более углубленные настройки. Есть режим... Но он не работает. Либо сбалансированный, либо максимальный. Я разницы не почувствовал. И что еще вам показать? Да, наверное, в принципе, практически все. Более показывать нечего. Единственное, покажу примеры фотографий и звука. Если мы посмотрим на примеры фотографий, то увидим, что вполне себе нормальный и добротный экран. Если подводить итоги, то однозначно производительность, много памяти и сканер понравился. Очень приятный. Минусы. Это наушники нужно доводить до ума. Звук в наушниках. Унылые камеры и слабый прием GPS. Но особенности я вам все называл. В принципе, все. Ссылка на магазины, где можно посмотреть цену на этот смартфон под видео. Там же ссылка на примеры фотографий и еще один обзор. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания.